Ну что ж, а мы продолжаем программу «Наше утро» на телеканале ОТВ. Рособорнадзор приостановил Южноуральскому государственному гуманитарно-педагогическому университету действие аккредитации по нескольким направлениям подготовки. Да, претензии возникли к педагогическим программам, главному профилю вуза, документ уже опубликован на сайте ведомства. Ранее аккредитация была остановлена по нескольким направлениям и в другом Челябинском вузе, в Юргу. Да, стоит ли переживать студентам и тем, кто уже давно получил дипломы в данном вузе? Эти и другие вопросы мы зададим нашему гостю. У нас в студии начальник управления правовой и финансовой экономической работы и перспективного развития Южноуральского государственного гуманитарного педагогического университета Александр Базаев. Доброе утро! Доброе утро! Александр Григорьевич, доброе утро! Ну расскажите, вот многие сейчас напугались, скажите, что будет с теми, кто сейчас учится по тем направлениям, где остановилась аккредитация? Вообще, какие работы происходят, чем это грозит? Ну, я просто хочу подчеркнуть, что вот в рамках проверки, проводимой Росубарнадзором, было по сути два вида проверки. Первая проверка – это надзор за соблюдением законодательства об образовании, а вторая проверка – это проверка контроля качества образовательной деятельности. Что касается соблюдения нормативных требований в части законодательного регулирования, то по результатам этой проверки есть традиционная форма, которая называется предписание. И в предписании изложены, так сказать, те нарушения, по мнению экспертов, которые участвовали в проверке, которые необходимо устранить. И дается определенный срок, предположим, по данному виду проверки до 18 июня, мы должны устранить те недостатки, которые были отмечены. А что касается вопроса, связанного с контролем качества образования, то, ну, по сути, вот в течение трех дней проверялась учебная документация. И по результатам вот данного вида проверки никакая другая форма санкций, кроме как приостановка аккредитации, не предусмотрена. Контроль качества – это контроль соблюдения образовательной организации требований федерального государственного образовательного стандарта. То есть любое, по мнению экспертов, нарушение требований стандарта, вне зависимости, есть последствия негативные, нет негативных последствий, но формальное нарушение, оно предусматривает только одну меру – приостановка аккредитации. А, извините, я вспереби, а вот именно учебный процесс для студентов, он не останавливается? Потому что, действительно, это очень важно. Нет, в этом случае есть специальный документ, который называется административный регламент. Лицензия не приостанавливается, набор, вот мы начинаем работу приемной комиссии, он будет осуществляться. Значит, люди готовятся к сессии, люди готовятся к экзаменам. А вот после того, как был издан 15 мая, появился этот приказ о приостановке по семи направлениям, а вообще у нас 23 группы, там, укрепленная группа специальностей, значит, вот по семи приостановили. На устранение недостатков в данном приказе вообще можно было до шести месяцев, нам дали один месяц. Я хочу сказать, что вот завтра у нас уже специалисты едут в Москву и везут документы, которые, по нашему мнению, достаточно убедительно подтверждают, что мы все нарушения исправили. После того, как мы привезем документы, специалистам Рособоронадзора отводится до месяца на рассмотрение этих документов, в принятии решения о возврате к первоначальному положению, то есть, предположим, возобновлении действия аккредитации. Александр Георгиевич, вот самый главный вопрос. Вот нас сейчас смотрит много родителей, студентов. Бояться нечего? Я думаю, что бояться абсолютно нечего. Все те нарушения, которые были отмечены, поверьте, это нарушения, носящие документарный характер. Ну, а вот то, что касается и абитуриентов, если, допустим, они хотели поступать на этот профиль, который лишен аккредитации, они могут подавать? Он не лишен аккредитации, аккредитации. Ну, пока месяц, приостановлено. Аккредитация приостановлена. Документы принимаются в рабочем порядке. Все нормально, все осуществляется, как и должно осуществляться. При этом я хочу сказать, что, понимаете, ведь задача Рособоронадзора, надзорного органа, установить эти, найти эти недостатки и указать их. Потому что это же не служба, которая приезжает для того, чтобы рассказать, как вы должны работать. Она тычет и говорит, вот, друзья, вот здесь у вас запятая, здесь там, и у нас реально вот подобного рода нарушения представлены, да? Поэтому за последнее время, вот вы уже сказали в самом начале, что практически ни один вуз в Челябинской области, вот его не минула чаша сия, так сказать, по приостановке аккредитации на тот или иной срок. Главное, так сказать, не в том, что у тебя нашли, а главное вовремя среагировать, и привести в соответствие здесь что-то законодательство. Самое главное, что вы сказали, паники никакой нет. Да, родители успокойтесь, студенты, абитуриенты, успокойтесь. Абитуриенты, сдавайте документы, готовьтесь к вступительным экзаменам, самое главное, все учите, зубрите и все понимаете. Ну, а мы их ждем. Да, ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Ну, а я напомню, что у нас в гостях был начальник управления правовой и финансовой экономической работы и перспективного развития Южноуральского государственного гуманитарно-педагогического университета Александр Базаев. Да, ну а если с вузами картина уже нам прояснилась, то вот что касается ЖКХ здесь, также много вопросов возникает у всех южноуральцев. Да, ну а ответ вы получите прямо сейчас в рубрике «Коммунальный вопрос». Доброе утро, с вами Алексей Коробков. Я отвечаю на ваши вопросы, которые касаются коммунальной сферы. Я живу в новом доме и принципиально не плачу за капитальный ремонт. Какие последствия меня, как собственника, могут ожидать? Многие не согласны с дополнительными платежами. Особенно довольны жители новых домов. Люди просто не понимают, зачем платить за капитальный ремонт, ведь дом сдан буквально несколько лет назад. Тем не менее, платеж за капитальный ремонт является обязательным. Собственники, у которых сформировала задолженность, сначала будут получать уведомления, после чего, как и в случае с другими коммунальными долгами, следует ждать судебного разбирательства и принудительного взыскания. Мой вам совет – воспользуйтесь своим правом и перенесите счет капитального ремонта в свою управляющую компанию. Так вы будете уверены в сохранности денежных средств и сможете вместе с другими собственниками планировать, на что потратить эти деньги. Хорошего вам дня! И помните, правильное ЖКХ существует! Ну что, дорогие друзья, мы с удовольствием продолжаем наш эфир и хотим порадовать вас, надеюсь, радостной новостью, что южноуральцев научат красиво писать. А все почему, Марин? Потому что День славянской письменности и культуры сегодня празднуется в Челябинской области. Он ознаменуется большим концертом памяти святых Кирилла и Мефодия. В полдень в фойе концертного зала имени Прокофьева заработают выставки. Ну а для посетителей организуют мастер-классы. Да, допустим, Чувашский культурный центр приглашает на обучение русской каллиографии, а участники смогут научиться правильному красивому намисанию букв алфавита и даже напишут небольшой диктант. Да, вот я видела, как Степан пишет. Степан! Ой, у меня очень красивый почерк. Да-да-да. Мне обязательно нужно посетить этот мастер-класс. Ну что ж, а кроме того, русский культурный центр «Хоровод» продемонстрирует старинные технологии ткацкого мастерства. А чтобы гости не скучали, там организуют русские посиделки с народными песнями. И в субботу, 26 мая, праздник продолжится в 12 часов на Кировке. На площади возле главпочтамта начнется уже 11-й по счету городской фестиваль-концерт «Глаголь добро», так он называется, на котором выступят челябинские поэты, барды, рок-музыканты. Ну, такой большой праздник проводится ежегодно. Ну что ж, а прямо сейчас давайте окунемся в историю и узнаем, чем же примечательна сегодняшняя дата.